Добрый вечер. Добрый вечер. Вы как-то, вспоминая свое знакомство с легендарным тренером Тарасовым, которому, кстати, сто лет в этом году, сказали, что он был даже жестче, чем ваш отец. У вас папа был жесткий человек? Мой отец, да. Ну, он воспитывался во время войны. В это время всегда люди очень жестко. Потому что время такое жесткое было. И их, наверное, так же сильно воспитывали в таком дисциплине, в жестком условиях люди жили. Ну, так диктовали условия, наверное. Поэтому у меня, конечно, детство было очень сложное, тяжелое. Мы даже с братом хотели убежать из дома. Потому что, ну, отец, он очень воспитывал нас в воинском таком напряжении. Почему? Потому что он хотел, чтобы я был летчиком. Ну, он же, да, он был летчиком. Поэтому, естественно, он хотел, чтобы сыновья пошли. Он хотел только, чтобы только вы были летчиками. Чтобы я был летчиком. Не знаю почему. А старшего брата он не видел? Что-то он не рассматривал. Вот меня точно. Хотел, чтобы я был летчиком. Да я и сам хотел быть летчиком. Потому что мы жили в доме, где одни летчики были на улице Кусенина. Вот. И каждый мечтал раньше космонавтом быть летчиком. Вот. Но мама хотела, так как она играла в русский хоккей, она хотела, чтобы я хоккеистом был. Потом она хотела, чтобы я еще и музыкантом был. В общем, много-много. Музыкантом музыцируя на чем? Нет, а на фортепиано. Иногда модно было. А дома был у вас, да? Фортепиано было дома? Нет. А сказали, если меня в музыкальную школу возьмут. Так что я так не хотел туда попасть. Вот. И сказали, а модно было купить пианино. Пианино – это была роскошь. Это был элемент интеллигентности. Это вот всех. Знаете, вот в 60-е годы это все. Пианино – это все. Когда приходили, это было, знаете, символ достоинства культуры. Вот. И почему-то его мама говорит, да, вот я хочу, чтобы ты играл. Я не очень не хотел. Она говорит, ну я тебе шоколад куплю в музыкальную школу. Пойдем. Я тебе запишу. Я говорю, за шоколадку готов. Я за сладкое мог. Все. Я любил очень сладкое. Хотя я уже в хоккей начал заниматься. Вот. Ну я всю ночь учил. В ополе березонька стояла. В ополе кудрявая. Всю ночь. Пришел в музыкальную школу. Вот. Он говорит, ну кто хочет первый? Я говорю, я сразу. Ну я спел. Он говорит, ну вот отойди мальчику левый. Я думаю, ну взяли. А на самом деле, кто влево, то он медведь на руку наступил. Я говорю, слава богу, мне наступил. Забарковали. Я такой довольный был. На шоколадку все получил. Это было дело. А если вернуться к этому вопросу, то конечно мне посчастливилось. Я из жестких рук перешел в жесткие руки. Ну конечно отец-то я был под контролем каждый день. Ну в 9 часов вечера он приходит с работы там в Чикаловской. В Чикаловской дивизии. Да, в Чикаловской было знаете. И сейчас там аэродом. Приходит в 9 часов на лыжи, там уже спать уже ложились. Второй раз не повторяется. Значит все на лыжи, сонные и бежать. Значит вот улица Кусинен, там парк. И так все время. И на лето приезжали в город Дмитров, где мама родилась там. Где они познакомились с отцом. Все утром в каникулы, все дети идут купаться. Тут наряд, все подъем. Пока не выполнишь, гулять не идешь. Жесточайшая дисциплина. За провинность наказывали. Я стоял на горохе. Знаете что такое надо стоять на горохе? Слышал, да. Слышал. Но никто не стоял. Вот. И на горохе, и портупея. Я не знаю. То есть сушеный горох? Сушеный горох. И надо на колени встаешь, и молоток вот так вот. А и молоток еще? Еще. А или линейку. Вот попробуйте, я вам сейчас дам линейку так подержать. Не хочу. Минут 15. У вас уже все. Это было. Или плохо что-то, двойку, еще что-то. Вот он смотрит телевизор в угол и линейку тебе. И стоишь уже и так, и так. А на линейку у тебя уже килограмм 100 уже. И уже не можешь ее держать. Ну так воспитывали. Но я хочу сказать, что я благодарен отцу. Потому что, во-первых, он меня с детства привучил к дисциплине, к труду и к качественному труду. Если плохо делаешь, он вдвойне добавлял. То, что он тебе приговорил сделать. Поэтому, когда я к Тарасову пришел, первые слова у Тарасова. Ну что полуфабрикат? Он меня так назвал. Будем работать. Если не выживешь, будешь великим. Не выживешь, извини. Я говорю, да я в девятом классе учу. В девятом классе учу. Он говорит, завтра в шахту хоккейную. Вот я легко перешел. Потому что я привык с детства подчиняться. Уважать старших. У меня был пример отца. Я никогда не видел его выпивших. Правда, курил постоянно. Но все летчики курили. И никогда он не ругался. И был для меня примером такой дисциплины. Утром зарядку делал. Хотя большой спорт не любил. Это тоже надо отметить. Только физкультура. И я из одних рук перешел в руки Тарасова. Поэтому они как бы добавили или как-то объединили усилия, чтобы сделать вратаря. Военные летчики, особенно в послевоенное время и в 60-е, это были элитой в обществе. Форма какая была. Самая красивая. Девушки падли сразу. Они выделялись. Они вообще. Потому что форма у них красивая была. Ну и как конечно. Небо. Летчики. Авиация. Техника. В каких условиях вы жили? Вот вы вчетвером жили. Родители, сыновья. Мы жили. Я родился в 52-м году. Это я родился в Орудии. Это Дмитровский район. Почему? Потому что там стояла воинская часть. А потом мы переехали в Москву. На улицу Кусина. На окраину Москвы. Улица Кусина. Это где сейчас ССК играют. Сколько комнат было? У нас было две комнаты и у соседей по одной. То есть это коммунальная была? Общая квартира. Все летчики в общей квартире. У нас жили три семьи в одной. В 18 лет мы жили в общей квартире. Я уже стал чемпионом мира. У меня первое интервью берут. Мне говорят, как это вы, Требляк живет двукратный чемпион мира в общей квартире. Сколько вам? В 18 было? Уже в 18. Ну, потом Тарас мне сделал однокомнатную квартиру на бульвар Матрос-Железняка. Уже в 1971 году он мне дал квартиру. Однокомнатную. А вот благодаря журналисту, значит, вот он написал, что мы не ожидали, что двукратный чемпион мира и живет в общей квартире. И я сказал, что это повлияло. И мне дал Москва двукомнатную квартиру моей маме с папой. Ну, хоть какая-то польза от нас. Иногда хоть что-то бывает полезное. А вот вы сказали, что отец не рассматривал брата как военного летчика. А кем он в результате стал? А он работал, он МИФИ закончил. А потом работал дипломатом. Выбор Татьяны, женщины в вашей жизни, супруги, как-то связан с тем, что ее отец тоже был военный летчик и полковник или нет? Он помог в трудный момент, когда я приехал свататься. Да, практически. Ну, в общем, у меня... Я получал по 50 писем в день от девушек. Да, особенно в 70-е годы. Естественно, на обложках везде было. И письма здесь надо молодым. Да, у меня были мешки полные этих девочек. Которые от руки писали. С фотографиями. Да. Фотографии актрис, наверное, да? Любви не было. Знакомства были у каждого молодого человека. Ее подруга говорит, слушай, у тебя парень такой видный. Чемпион. Да, чемпион. А у нас девочка есть симпатичная. Прямо красавица. Ходит блондинка натуральная, такая высокая, симпатичная. Скромная девочка. Давай твоего познакомим. Вот. Ну, меня стали знакомить. И я думаю, как знакомить. Она в Монино. А у меня тренировка. Думаю, в Монино ехать далеко. Сколько? Км 50-70? Ну, да. Я думаю, пускай-ка она лучше на три вокзала приедет. Потому что неизвестно, кто мне это... Кто приедет. Обычно у старшего поколения. Вкусы другие. Вот. Я перестраховался. Думал, сейчас скажу, что у меня тренировка, уеду. То есть, мне не понравится. Вот. Она приехала. Это 72-й год. Я уже олимпийский чемпион. Угу. Все-все узнают. Все. Автографы. Она опоздала. Вот нельзя. Все смотрят. Не берите женщин, которые сегодня опаздывают. Всю жизнь будут опаздывать. Вот. Я приехал. После тренировки. Погода шикарная. Значит. Очень жарко было в Москве. И посмотрите, на вокзале я стою. Там все таксисты, все автографы. Все фотографируются. И ее нету. 10 минут, 15, 20, 40 минут. Потом я уже позвонил маме. Я говорю, а где же Татьяна? Она говорит, она опоздала на электричку. Вот. Ну, я стоял, ждал. Мне мужики говорят, что ты ждешь-то? Я говорю, а кого ты ждешь-то? Я говорю, что с ума сошел? Я говорю, не, я хочу дождаться. Потом меня так сзади потрогали за спину. Я посмотрел, думаю, ого. Ого. Девочка. Да. А у меня уже Жигули был. Первая модель. Это 18 лет? Это мне было 20. А, 20. Так. Да. Вот. И она села в машину. Я еще раз посмотрел, думаю. Годится. Годится. Я думал, ну, сейчас в Яр поеду в ресторан. Покажу и все. Захожу в Яр. Вот. А я пришел без пиджака, естественно, на улице жарко было. Этот меня не узнал. Обычно всегда узнавали. И я сказал, я Татьяна, пустите. Ну, мне неудобно при ней сказать. И меня не пустили в ресторан. Мне так стыдно было. Ну, знаете, как там, Трояк Даш пропустит. Или там тебя узнают, пропустят. Ты сейчас куда хочешь придешь. Только желанный гость. А раньше в ресторан тяжело было попасть. Ну, я поехал в столовую, там, на Соколе. Не романтично. Вот. Ну, она довольна. Я сейчас говорю, что я в ресторанах не ходил никогда. Ну, мы пришли в столовую. А там, значит, наша соседка по дому. Жена одного офицера говорит, ого, ты девочку привел какую красавицу. Бери ее замуж. Я говорю, что это? Ага, у меня глаз в Ватерпасс. Вот девочка вот такая. Ну, вот. И, в общем-то, я еще раз как-то посмотрел все. Знаете, любовь и скраб просклинула. Через пять дней я предложение сделал. И как раз мой отец, я ему говорю, пап, слушай, у меня вот такое дело. Я завтра уезжаю в Германию на сбор с Тарасовым. Я влюбился просто вот. Я и тренировался, и к ней ездил только на тренировку за час, чтобы ее увидеть. Уже гонял туда-обратно. И я говорю, помоги мне. Он говорит, ну, хорошо, пойдем купим кольца. Не знали, какие кольца, каким размер купили. Приехали туда. Вот. Ну, они сошлись, естественно, два летчика. А я пошел встречать ее. Я говорю, ну, вот, слушай, мне завтра уезжать. Я вот, а за ней уже два офицера ухаживают. Майор. Она сейчас за мной. А я младший лейтенант был. Выговорит, как будто младший лейтенант. Но чемпион за то. Она в хоккей не размиралась. Вот. Она далека от хоккей была. И говорит, со мной майор ухаживает, капитан, а тут младший лейтенант. Это она сейчас так рассказывает. Я говорю, слушай, ну, вот я завтра уезжаю, вот кольца держал. Я думал, сейчас, если она скажет нет, выброшу и уеду. Вот такой момент был. Я говорю, ну, давай выходи за меня замуж. Она говорит, ну, слушай, ну, мы с тобой только пять дней знакомы, ну, как-то сам подумай. Ну, давай еще немножко погуляем. Ну, я не дурак, я понял, что я-то влюбился, а она-то нет. Ну, а потом пришли домой, накрыт стол, все. Ну, я уже как-то так это, немножко спустил свой пар. А отец говорит, а что мы сюда приехали-то? Ну-ка, давай, что ты хочешь? Я говорю, ну, вот я хочу тот, тот. Ну, и отец говорит, ну, нормальный парень, я его знаю. Вот, так что я уже с ними знакомился. А теща будущее присутствовала? Теща тоже не возражала. Ну, и все, ее теща, сегодняшняя мама мне обручение обручила, а мой отец ее. Думаю, ну, все, она такая классическая женщина, уже никуда не денется. Все, на следующий день я улетел. На следующий день я улетел, а после 23-го свадьбу сыграли. Вот так. И через год уже? Кота в мешке. Она меня, я ее. Ну, вот так, 46 лет живем. Полвека почти уже. И через год уже Дмитрий Владиславович появился на свет? Да, и вот уже в 73-м году Дмитрий родился. А как так случилось, что сын стал стоматологом? То есть это вообще далеко и от авиации, и от спорта профессионального? Это его выбор был или это… Выбор был… Во-первых, выбор был, чтобы он не был хоккеистом жены моей. Она говорит, мне одного, спортсменам слишком много, профессионалов. Я 17 лет, Новый год, самый такой праздник, не был вообще в стране. Я все время был в разъездах, понимаете? Ну, это сейчас какие-то еще как-то дома бывают, а мы вообще не были. Мы 9 месяцев в году практически жили на сборах. Нам Тарасов говорил, надо обогнать время, чтобы обыграть канадцев. Чтобы быть сильными. Ну, у них 100 лет уже существовало. Ну, мы-то нет. Да. Поэтому мы опаздывали. Вот за счет сборов, за счет тренировок трех разов, мы обгоняли время, чтобы достичь уровня канадцев. Так. Вот. И, конечно, все время, Новый год нас всегда увозили, чтобы мы дома не были. Знаете, как Новый год выпить, а нам все время дисциплина, надо держать форму. Нам всегда увозили. Или в Канаду, или в Японию, или в Голландию. Лишь бы только в стране не были. Вот нашу всю команду. И Тихонов такой же был. Как это раз. Один к одному. Все увозило нас всех. Конечно, мы дома вообще не были. Все было подчинено только хоккей. Поэтому жена говорит, мне мужа не видела, еще и сына не буду видеть. Все. И она говорит, что нет. Ну, а потом мы как-то пришли к стоматологу зубы лечить. И мой знакомый один говорит, слушай, а что ты не хочешь? Давай врачом, стоматологом. Зубы у всех. И у коммунистов, и у капиталистов у всех болят. Какая-то хорошая профессия. Мы даже не думали вообще. Ну, вот так вот он повлиял. И мы его отдали в стоматологический институт. В третьей. Да, да. Вот интересно. Бытует такое мнение, что медики родственников обычно не лечит, нет, вот своих. А Дмитрий, семью. Ну, я часто ездил там за границей, я за границей даже лечил. И у себя лечил. А Дмитрий в семье кого-нибудь лечит? А Дмитрий меня лечил тоже. А потом перешел к нему, он очень здорово, неженько, безбольный. А сестру? И сестру всех лечил. Ну, сейчас у него две небольшие клиники, сейчас все семь есть, все через него проходят. А кто, я знаю, что Максим, он хоккеист. Да, вратарь. Вратарь, как по стопам дедушки. Этого дали на растерзание. А Анна, Мария, Кирилл, внуки ваши, внучки. Анна, ей 17 лет, она занимается кондом спортом уже 5 лет. Да, лошадка у нее хорошая занимается. Маша хочет быть артисткой, хочет петь, но что-то я ни одной песни пока не слышал. Стесняется. А сколько ей сейчас? Ей 11. Ну, еще услышите, я думаю. Интересно, вы 18 лет были любимцем страны, потому что хоккеистов всех тогда знали в лицо. Ну, как космонавтов, всех в лицо. Ну, башню-то снесло, наверное, все-таки мальчишки. Ну, немножко было у всех, конечно. То есть вы такого Кокорина с Мамаемым включали? Нет. Нет? Я был самый... А я самодисциплинированный был, отец воспитывал такого, поэтому у меня... У нас крыша... Нет, отец с отцом, вы же на сборах, вы все время... У нас очень, знаете, в команде очень четкая дисциплина была. И старшие, они следили за младшими, знаете, как в армии. Поэтому у нас были там фирсов, рагули, знаменитые такие, которые там не забалуешь. Вот. И поэтому ты все время был в коллективе, и ты всегда знал свое место. Твое место, ты молодой. И что все такие были дисциплинированные? Ну, не все. Нет, конечно. Были... Ну, как это же... Люди... Понимаете, в чем дело? У нас проблема в чем была? Вот у тебя день рождения жены, день рождения ребенка, мамы, папы, твое, Новый год, и ты нигде не участвуешь. И вот тебя выпускают, знаете, как быка, значит, когда там... На арену, да. У тебя глаза такие. Естественно, ты хочешь это все как-то, ну, обратно вернуть и поучаствовать. Но это невозможно. Поэтому у кого-то это получалось в большей степени, у кого-то меньше, но так получалось, что как-то тебя как провоцировали. Потому что ты выходил, и все, ты молодой парень, 20-21 год, у тебя никаких праздников, вот единственный праздник тебе сегодня. А сегодня все. День рождения, Новый год, и все. И действительно, иногда, конечно, нарушение спортивного режима было. Но у нас строго очень с этим боролись. То есть вы... Могли летом. У нас июль. Июнь месяц. У нас встречается май, июнь. Вот в июне мы отдыхали. По полной программе. То есть вы с пониманием относитесь к ситуации, в которую попали вот ребята-футболисты? Ну, с пониманием, вы знаете, везде такое может случиться, я имею в виду, но не до такой степени. Я считаю, что они неправы. Они, я думаю, сейчас очень сожалеют то, что они сделали, потому что они могут... Они же любят спорт, они же профессионалы, понимаете. С пяти лет они занимаются своим видом спортом, они же любят футбол. И они себе все обрезали. Они... И как дальше они будут жить? Очень сложно еще понять, что дальше будет. То, что они уже наказание получили от всех болельщиков, я думаю, это, наверное, самое большое. То есть если ваше решение было, то я так понимаю, что ваша установка понятий простить? Я считаю, что понять и простить, смотря, что они сделали, это должен суд определить, в чем они виноваты. Потому что один говорит, я не участвовал, один не участвовал. Суд определяет. У нас суд должен определить вину наказаемого. Неужели во времена вашей молодости, там, я уж не знаю, может быть, не вы, но ваши там друзья, коллеги не напивались и не били кому-нибудь лицо? Было. Да. И уходили от ответственности, потому что были... Мы в драке не участвовали. Вы даже на льду участвовали в драке. Ну, один раз. А на льду можно было. Там, когда у меня три американца бьют моих одного парня, я что, должен стоять, что ли? Не вратарское это дело, по-моему, вписываться в драке. Это надо... Это коллектив. Мы друг за другом. На площадке я никогда ни с кем вне площадки. У меня не было никогда нарушений спортивного режима. Поэтому, когда мы выезжали на юг, нас 8-7 человек, холостых ребят, деньги были все у меня. Потому что мы могли первый день выпить, открыть ресторан и всех пригласить и выпить с нами. А потом официата два раза посчитали. Поэтому все деньги были у самого Влада. Кто, у самого Влада? Третьяк ты трезвый. У тебя все деньги, я выдавал деньги и расплачивался уже в ресторанах, когда мы отдыхали. Сейчас у спортсменов гораздо больше денег у молодых, чем было у ваших. Конечно. Вы, как на духу скажите, испытываете чувство, может быть, не зависти, но досады, что в ваше время не было такого финансовых возможностей? Ну, я хочу сказать, что мы-то, которые в сборной жили, жили неплохо. У нас и зарплата по сравнению с другими неплохая была. И, в принципе, мы имели все. И квартиры, и машины имели, и зарплата хорошая. Одевались лучше всех, потому что мы за границу выезжали. Мы все равно чувствовали себя... Да, у нас денег не было таких больших. Мы чувствовали себя избранными. Мы все равно чувствовали, что государство на нас заботится, и мы деньги получали как министр. По 450 рублей кто получал? Министр получал. Мы вот на общественно-политическую такую волну выходим. Во второй части передачи первая у нас семейная получилась, вторая будет общественно-политическая. Итак, про общественно-политическую. Вы знаете, сейчас об информационных войнах говорят. Я вспоминаю всегда студентам, рассказываю эпизод из вашей биографии. Когда вас за океаном спрашивали, правда ли, что из вас решили делать вратаря мальчикам и сломали вам ноги, чтобы вот вы вот этот бутерфляйс по... То есть эти информационные войны-то начались не при Путине, и не 10 лет, а это было всегда. Ну, потому что канадцы это родина хоккея, они считали, что лучшие игроки только в Канаде. А тут после 1972 года появился вот Вячеслав Третьяк, который... Не, ну придумать, что мальчику... Слушай, коммунисты ломают кости детям для того, чтобы из них... Но вот они думали, что никто не может лучше играть в них вратарей, значит, поэтому кто-то сделал что-то. И поэтому, когда я летел в самолете, там одна стюардесса подходит, говорит, вы извините, вот тут в Канаде все спрашивают, правда ли вас, когда маленький был, нашли вашу семью, вам ноги сломали, потому что и вы вот так вот стали садиться. Потому что раньше я, понимаете, внес в игру вратарей немножко другую игру. Немножко вы принципиально другую позицию придумали. Да, да, да. Хотя Тарас у меня не одобрял это тоже. Он всегда мне говорил, что ты неправильно делаешь, но я все равно старался, и я своей игрой доказал, что это правильно. Сейчас все так делают. Да, сейчас все так делают. Сейчас еще фу, Баттерфляй. У меня все-таки было и стендап, и Баттерфляй. Я еще очередовал то и то, потому что были отголоски старой школы. А сейчас вообще уже только все Баттерфляй играют. И поэтому вот эта вот новая игра, и то, что я неплохо стал играть, и канадцам это понравилось, и вот они возвели там какой-то ранг меня. И поэтому вот им надо было что-то сказать, что вот сломали вот мальчику пять лет ноги специально, чтобы он садился и ни одной шайбы ни за мне пропускал. Ну, я посмеялся, все так. А вот как отношения? Всегда было настороженное к нам за океаном? Или все-таки уважали и боялись? Боялись. Боялись страну, естественно, да. А вот самое сложное было это Филадельфия. Почему-то всегда там центр сианизма был когда в то время. И, значит, там всегда нас охраняли. В других городах как-то не очень. А почему там нас охраняли? А я не знаю. Вот нас все время, мы жили, значит, на одном этаже. Всю ночь, значит, сидел человек, который просматривал, чтобы никто к нам не дошел. И даже за столом, когда мы кушали, сидели люди, которые нас охраняли. Только в Филадельфии. Я не знаю почему. А в других городах спокойно мы ходили и по магазинам. Вообще никаких проблем не чувствовали. Вы знаете, никаких провокаций я вот лично никогда не чувствовал. Естественно, когда играешь, ну было, забрасывали просто вот. Я даже в ворот туда закатывался. Потому что сверху бросали все, что можно. Там и какие-то пакетики. Налет? Брошюры. Налет. Все. Потом машина это убирала. Особенно после драк, когда какие-то драки были. Вот. Поэтому после 1972 года мы показали, что мы играем на раму с канадцами. Конечно, знаете, мы когда играли с не очень сильными командами такой второй лиги, они хотели с нами проверить нас на бойцовские качества. Но они дерутся хорошо, потому что они с детства это. Мы все-таки… Они себя не жалеют. Не жалеют. Они профессионалы. Это надо отдать должное. Но мы не пропагандировали жесткий хоккей. Мы играли в интеллигентный хоккей. Поэтому у нас элемент драк нет. Мы, ребята, все сильные, но мы не подготовлены к этим, понимаете, особым. У нас не было. Сейчас есть. А раньше этого не было. В каждой команде НХЛ есть человек, у них точно груша стоит. Он работает, он защищает свою команду. Понимаете? Такой бычок. А не каждый может постоять, но есть специальные люди такие. У нас такого не было. Поэтому, конечно, когда мы выезжали, играли с не очень сильными командами второй лиги, то у нас, конечно, были вот такие вот… Ну, как же Арагулин такой… Ну, мы тоже давали. Ну, в принципе, просто, я хочу сказать, вот такие боевые действия у нас были. Вы считаете, изменилось за, скажем, последние, ну, 30 лет отношение к стране? К нам? К стране или к спорту? Да. Давайте и про страну, и про спорт. Я являюсь членом Международной Федерации. У нас вообще политики никакой нет. Никакой политики нет. Даже, я помню, из Европы, по-моему, нам пришла бумага, чтобы в Беларуси не проводить чемпионат мира. Все президенты и все члены Совета сказали, что мы будем в Беларуси проводить чемпионат мира. И прошел на самом высшем уровне. У нас вообще политика не присутствует. Ни Канада, Америка, вот у нас все мы сидим за столом. У нас единое – это продвижение нашего продукта, нашего хоккея, чтобы больше людей было, чтобы интерес был. У нас вообще политики в нашем виде спорта на международном уровне, я имею в виду, здесь нет. И поэтому в этом плане. Я хочу сказать, что отношение было в свое время, естественно, к нашей стране, ну, это где-то баянь, уважение, как к сильной стране. Потом я на семье ощущал, я же часто в Америке был, в Канаде, я ощущал, как относились, как к третьей стране. Что мы слабые, что вот нам стали, вы знаете, нам это, просроченные всякие завтраки присылали. В общем, к нам относились как-то, ну, как сказать, ну, сочувствием. То мы были сильной державой, то мы просто были, ну, третья страна. И это мы, я ощущал, это ощущал, я видел это. Ну, вот насчет просроченных завтраков, знаете, существует теория, что американцы, некоторые пишут, они нас спасли от голода, вот эти ножки бушина, кормили нас как-то. Ну, в принципе, ножки неплохие были, все ели. Употребляли, да? Да, ну, было время, когда действительно они там помогали. Ну, я хочу сказать, во время войны помогали. Моя мама рассказывает, что они тушенку всю американскую ели во время войны. Очень много помогали в этом плане. Поэтому здесь бизнес, здесь все. Ну, просто у нас такое состояние было в 90-е годы, что в магазинах нечего купить нельзя было. То есть вы не считаете, что… Внукам рассказываю, они не понимают, о чем я говорю. Ну, вот на Ина Ельцина говорит, что 90-е годы – это цветы годы. Это ее термин. То есть вы так не считаете, что это время возможностей и самое такое знаменательное время в нашей истории. – Не знаю, я скучаю по совету. Все-таки я считаю, что… Мое личное мнение, что мы должны были как быть в одной семье. Может быть, мы должны были дать больше автономию всем, но как-то быть все в одной семье. Потому что все-таки то, что сейчас происходит, мне очень обидно, особенно с Украиной и с другими. Потому что мы все как-то жили одной братской семьей, потом как-то все развалилось. – А вы когда последний раз были на Украине? – Я был на Украине вот до… У меня же папа с Украины. – Откуда? – В Томской области, город Глухов. Я в Шеребхотел, а там ни разу не был, хотел туда поехать. И меня, президент Федерации хоккея, это вот перед всеми событиями за год туда специально привез. И я на кладбище посошел, потому что у меня там бабушки, дедушки, там много третяков похоронено. Ой, я думал, что это деревня, а это, оказывается, Геткинская столица, город Глухов. Меня там принимали так, как будто они меня воспитали и фильм обо мне сделали. И меня так встречали, как героя. И мне нравилось, конечно. Я, когда пришел в технический институт, педагогический институт, такая встреча была. Мне очень понравилось. – А Третьяк – это вообще украинская фамилия? – Украинская. – А вот вы про фильм сказали. По-моему, как минимум в трех художественных фильмах вас играли разные актеры. Вы не в курсе, вы так смотрите на меня? – У «Легенды 17». – Да. – И еще два до этого было. – Два не знаю. – Да? – Ух. – Это Михалков, но там Третьяк, без мягкого знака. Какой-то был олигарх. – Ну, все равно, понятно, кто имеется в виду. Вы знакомы с актером, который вас играл? – Нет. – Нет? – Нет. – И даже интересы… – Нет. – Нет. – А вы считаете, что если бы сняли бы… Знаете, есть такой термин «байопик», то есть биографический фильм о вас. Вы видите актера, который мог бы вас сыграть? – Как я задумывался. – У нас много хороших актеров. Я не знаю. Кто мне по духу, я не знаю. – А есть знакомые, с кем вы поддерживаете отношения с актерами? – Мне повезло вообще. Я не знаю, кого я не знаю. Большинство я всех знаю. – Вы были комсоргом. Значит ли это, что вы атеист? – Нет. – Я всегда верил. – Да? – Да. – Только не показывал это дело, да. Просто у нас и мама тоже так верующая была. Правда, отец, ему нельзя было, меня крестили, чтобы он не знал. – Тайком? – Тайком, да. – Да, да, да. Вот. Но, конечно, у нас крестики нельзя было носить, естественно. Понимаете, у нас жизнь такая сложная вообще у спортсмена. Вообще жизнь сложная у каждого человека. Поэтому каждый человек верит во что-то. И надеется, что что-то есть наверху, что тебе поможет сохранить тебе здоровье, твою семью, даст тебе работу. Человек со мной слаб, какой бы он сильный не был, потому что ему надо что-то верить во что-то. Я всегда верил, только нам нельзя было говорить. Я всегда, даже когда в Киев приезжал, я в церковь ходил, посмотрю, интересно было посмотреть. Хотя немножко было трепетно, потому что как-то особо не не приветствовал вас, но я ходил, смотрел. Мне интересно было. – У вас так получилось, что родители в один год ушли? – Да. – Почти с очень небольшой паузой. Это было, ну, может быть, ожидаемо не самое удачное слово, но вы были готовы к этому? – По маме – да, а к отцу – нет. Просто отца очень жалко, что он такой спортивный зарядку делал. На меня это удар был, а мама – кота, конечно, она уже болела, она немножко так не в себе уже была. Ну, сразу два человека, за месяц практически. – Если мы про вирусы говорили и про уход родителей, я по достаточно простой ассоциации вспомнил про Рай, и вот как вы можете прокомментировать заявление Владимира Владимировича Путина, что в случае ядерного конфликта мы все попадем в рай. А наши, условно говоря, оппоненты вовсе нет. – Я думаю, давайте поживем в мире сначала на этой земле. Я бы так бы ответил. – Вы считаете, что войны не будет? – Я считаю, что не будет. Большой глобальный – нет. А локальные – они все время будут. Они никуда не денутся. Это локальные, вот сколько я живу, 66 лет, все время локальные есть. Маленькие, но все время есть. А я никуда не денусь. Видно, так мир устроен. Я, знаете, сейчас уже как-то, когда сидим за столом в компании, знаете, мы где-то в 70-е годы за мир пили, потом мы прикрасили за эту пить. А сейчас опять вернусь, что, наверное, мы вспоминаем, что мир был на земле. Ну, как-то несправедливо, да? Все нас не любили, когда мы коммунистами были. А сейчас нас недолюбливают, когда у нас такой же строй, что и у них. – А почему это русофобия? Почему, в принципе, нас не любят? – Я хочу сказать, что это не везде. Вот я общаюсь со многими людьми. Ну, возьмите Овечкина, там почти 100 тысяч пришло в команду Вашингтона, которую он возглавляет. Он капитан команды. Капитан команды Вашингтон, капитан хоккейной команды, Кубок Стэнли выиграли. Он самый популярный игрок в НХЛ. Он представляет Россию. Я вот тоже на себе никогда не видел, чтобы мне кто-то политически что-то сказал. Вы знаете, я многих знаю и в Америке, и в Канаде, и во всех странах. К нашей стране нормально относятся. Вот есть где-то там политика наверху, она делает это. Нагнетается такая автономка против нашей страны. А так вот, сколько я большинство людей встречаю и в Латвии, и в Канаде, и где бы тот ни был, я не вижу, чтобы к России вот так относились. Вот что-то с пренебрежением, или чтобы ты сказал, русский ты плохой. Я не радую. Не радую. Чтобы в Латвии мне кто-то сказал, что я плохой, не радую. Я сейчас обречаю на кладбище. Что ж вам тут скажет? Вы великий спортсмен. Я обречаю на кладбище. Самый великий вратарь вообще в хоккее. Не знаю. На кладбище приезжаю в Латвии, там старушечки, две латышки, русские, они мне цветы бесплатно дают. Я говорю, да ей неудобно. Я понимаю, у них цветы, это деньги на кладбище продают. Они с таким уважением относятся, понимаете. Единственное, как-то они мне сказали, ой, мы вас давнём здесь ждём. На кладбище. Давно вообще мы не приезжаем. Честно хочу сказать, я во всём мире, где только не бываю. Очень много. Но я не вижу, чтобы ко мне или при мне это происходило. Вы же не тождественная держава, вы очень боятельный человек. Вы контактный. Мне надо было дипломатом быть. Я во всех поверил. Вы и есть дипломат в известной степени. А форма-то у вас есть в полковничестве? Есть. Конечно. Какую форму больше любите, которая на льду или которая воинская? Я к воинской форме отношусь с уважением вообще к военным, потому что я вырос в семье военного. Вы же вратарём стали из-за формы просто. Из-за хоккей. Это же очень известная история, что… Слава Богу, не было игровой. А то я бы с вами точно не сидел сегодня. Ну или сидели бы без зубов. Я бы без харламов точно не был. Понимаете, надо родиться. Чтобы играть на нападение? И родиться нападающим, родиться защитникам, родиться вратарём. Понимаете, это счастье, когда у тебя есть какой-то талант, который тебе Бог дал, и ты его развиваешь, и ты именно находишься там, где талант можешь развить. Вот это самое главное счастье, самое счастье в человеке. Вот что такое счастье? Когда ты занимаешься своим видом, вот своей деятельностью, что тебе нравится, вот с любовью, понимаете? А когда с любовью ты можешь делать, понимаете? Вот сегодня сказать там, да, вот хоккеист, футболист, спортсмен получает деньги. Я говорю, да вы попробуйтесь, 5 лет заниматься спортом, хоккеем, это одеть форму, это родители должны тебе, ты 5 лет коньки одеть не можешь. Значит, из семьи кто-то должен уйти, заниматься тобой, привезти на площадку и увезти, постоять два часа на льду. И это форма, это деньги ещё надо заплатить, и так далее, тогда ещё неизвестно, что у тебя получится. А потом ты по 3 тренировки в день, и ты потеешь, и травмы, и так далее. Без любви к своей профессии ты не можешь достичь успехов. Не бывает такое, понимаете? Это надо, ещё талант должен развиваться, а потом ещё дисциплина. Это всё в совокупности может дать, может быть, дать какой-то результат. Поэтому, поэтому спортсмены во всём мире получают хорошие деньги, потому что это очень, они живут одним днём. Травмы и всё. И ты больше можешь закончить, особенно в хоккее. Это очень травмоопасный вид спорта. Это правда. Вот вы, вот этот эпизод известный, я вспомнил о том, что стали вратарём, потому что только вратарская форма была. Раньше как? Все хотели быть нападающим. Никто не хотел быть вратарём. Вы вообще верите в случай? Верю. Конечно. Вот случай был, вот пожалуйста. Мне сказали, вот сам судьба развела. Вот так вот Боженька дал, вот эту форму никому не давайте. Вот 3К, чтобы придёт мальчик, чтобы ему отдали. Ну, если так, шутя. А вообще, конечно, просто повезло. Мы начали разговор с Тарасовым, который сто лет. Вы со всеми легендарными хоккейными наставниками поработали. Можете как-то их сравнить? Ну, они каждый по-разному. Вот, да. Потому что я жил каждый в свою эпоху. Конечно, Тихонов с Тарасовым близки. Близки. По максимализму, понимаете. Они оба профессионалы. Вот, Тихонову было легче, потому что он уже получил материал готовый более-менее. Понимаете. А Тарасов, он как, знаете, вот бриллиант на самом деле это мунтый камень. Ну, мунтый в природе, и ты можешь его даже не заметить, что это за камушек. Ну, когда он попадает огранщиком, я видел в Смоленске, как они гранят. Это же вообще искусство. И камень превращается просто в бриллиантовый, который потрясающей красоты, сверкающий, просто манящий такой камень. Так и здесь. Тарасу Брау, меня взял, Харламу, Петрову, Михаилу. Да сколько он взял людей, которые еще ничего особо не представляли из себя, или что-то представляли, и он из них сделал знаменитых людей на весь мир. Тихонов тоже, но Тихонов, он уже много взял готовых игроков. Заслуга Тихонова, что он взял дисциплину жесткую, такую же, как и у Тарасова. Потому что все равно и при Тарасове, и при Тихонове руководство нашей страны только признавал золотые медали. А чтобы их достигать, надо было действительно, ну, быть жестким. Очень жестким, потому что и хоккей жесткий, и распускать нельзя хоккеистов. Ну, вот то время там диктовало. Хотя многие хоккеисты, в общем, были очень недовольны, что очень жестко с ними обходится. Но вот время такое было. И Тихонов, он внес в тактическую, он четыре звена стали играть. Он что-то внес в свое. Я считаю, что и Тихон, и Тарас – великий тренер. Ну, известно, да, всегда установка, что, что такое наставник, это кнут и пряник. Значит, про пряники более-менее понятно, какие пряники вам доставались. Ну, пряник еще Чернышев был у нас. Тарас как даст, а то говорит, ну, ребят, тут все так раз, немножко сгладит. Это было, они друг другу дополняли в сборной. Это была договоренность про… Я не знаю, какая договоренность была, но мы всегда защиту чувствовали у Чернышева, потому что он не был таким жестким, как Тарасов. Так, при ЦСКА был Тарасов, был Кулагин. Понимаете? Был тот, который жестко, тот, который немножко сглаживал. Мы с жесткостью как раз тоже начали разговор, вспоминали, что папа ваш был жестким человеком. А вы отец жесткий? Я нет. Нет? Я мягковат. Но мне и не было, у меня жена воспитывала детей, я их почти не видел. Угу. Вот. А когда уже видел, ну, старался, но жестко я не был жестким. По-моему, у меня дети очень хорошие, они меня с полслова понимали. У меня жена жесткая, так она на вид мягкая, а на самом деле она жестко их вела. Ну, значит, она тоже бриллиант, бриллиант же жесткий. Она жесткая, но мы не наказывали детей так, как нас наказывали. Ну, ваш пример показывает, что бриллиант может быть и мягким. Безусловно, бриллиант вообще в… Ну, не только в отечественном спорте, но и вообще в таком, если мы берем страну, если представлять драгоценные камни, то третя, конечно, там бриллиант огромный, вам за это спасибо. И родителям вашим тоже за то, что они вас таким сделают. Спасибо вам. Спасибо.